Всем привет! С вами Алена Анталаш, управляющий партнер компании Роско. В фильме тот самый Минхаузен, главный герой, очень четко выражает свою позицию о браке. Как иностранцу получить РБП по браку, то есть в упрощенном порядке, узнаете в нашем новом видео. Разрешение на временное проживание позволяет иностранному гражданину легально жить и работать на территории нашей страны в течение трех лет, но только по месту его получения. Оно представляет собой либо штамп в заграничном паспорте, содержащий информацию о человеке, либо отдельный документ с теми же данными. Способов получить РВП существует два – упрощенные, без квоты, и во всем порядке, по квоте. Квота определяется государством в начале каждого календарного года и имеет тенденцию к снижению. Поэтому проще и удобнее претендовать на получение разрешения по упрощенной схеме и в первые дни после новогодних праздников. Подробнее об этом расскажет юрист компании Рос Татьяна Кременюк. Оформить документ могут различные группы иностранцев, в том числе военнослужащие, контрактники, переселенцы по специальной программе и, конечно, лица, заключившие брак с гражданами РФ. Подробнее о способах получения РВП и условиях оформления данной бумаги можно узнать в Федеральном законе 115 о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации от 25 июля 2002 года. Разрешение на временное проживание дает право на бесплатное медицинское обслуживание по полюсу ОМС. Там, где зарегистрирован иностранец. Также с РВП можно оформить ИП или открытие ООО. Поделитесь в комментариях вашим опытом получения РВП. А мы в этом видео расскажем, как происходит оформление такого документа по браку и разберемся с нюансами данной процедуры. Как получить РВП по браку? Говоря обо всех актуальных в этом году способов оформления разрешения на временное проживание, стоит отметить, что вступление в брак с гражданами России – один из самых верных и быстрых. Многие девушки меняют свою фамилию после выхода замуж. А знаете ли вы, в какой стране они меняли не только фамилию, но и имя? Об этом расскажет специалист по связям с общественностью компания «Роская» Ксения Снова. Исторически сложилось, что, выходя замуж, женщины в Венгрии принимали полное имя и фамилию мужа, добавляя лишь окончание «не». Становясь женой Бартолана Гала, девушка становилась Гал Бертоланни. Конечно, сейчас у венгерских дам есть выбор, и традиции потихоньку отходят на второй план. Продолжим. Оформление РВП по браку в России – это первый этап на пути к получению российского гражданства. Кроме того, заключение брачного союза позволяет стать гражданином в меньшие сроки, чем при получении разрешения по квоте. Претендовать на РВП иностранный гражданин может сразу после заключения брака. Как подать документы на РВП по браку Многие гости нашей страны задаются вопросом, что нужно для РВП по браку. Первое – это, конечно, собрать соответствующий пакет документов, чтобы подавать на РВП основным документом для иностранного гражданина, что логично, будет свидетельство о заключении брака. Оно может быть выдано в России или за пределами нашей страны. Но во втором случае обязательно должно быть переведено на русский язык и заверено у нотариуса. Иногда может потребоваться апостилизация. Что это такое? Об этом расскажет юрист компании «Русская» Ольга Шумикова. Апостиль является стандартизированной формой для подтверждения подлинности и легализации документов, заверенной специальным штампом. Согласно международному праву, иностранец перед заключением брака на территории РФ должен предоставить справку, подтверждающую его холостяцкое семейное положение. Остальной пакет документов идентичен обычной процедуре и должен включать два заполненных заявления, две фотографии формата 3х4, свидетельство о знании основ русского языка и законодательства нашей страны, заключение о прохождении медосмотра, документ удостоверения личности, документ о наличии или отсутствии судимости, миграционную карту и документ о миграционном учете. И помимо этого, чтобы подать на РВП по браку, лицу понадобится платить пошлину и взять с собой квитанцию, подтверждающую этот факт. Кроме Апостиля, есть второй вариант легализации иностранных документов. Он называется консульская легализация. Подробнее об этом расскажет Ольга Шумикова. Консульская легализация – это многоступенчатая процедура, включающая удостоверение у нотариуса и удостоверение подписи переводчика. Последующее – удостоверение подписи нотариуса в Министерстве иностранных дел. И на последнем этапе – удостоверение документов в консульстве принимающего государства. В разных странах детали этой процедуры могут отличаться, но в целом она проходит так. Чтобы встать в очередь на получение РВП по браку, нужно подать собранный пакет документов в отдел МВД, занимающийся курированием вопросов миграции. Прием осуществляется только по предварительной записи. Процесс оформления РВП отнимает время и силы. Приходится собирать документы и ходить по разным инстанциям. Компания «Роская» возьмет на себя всю бюрократическую процедуру. Для получения помощи наших специалистов позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. РВП по браку оформляется в те же сроки, что и разрешение в рамках квоты. Обычно документы рассматриваются миграционной службой МВД в период от 2 месяцев до полугода. Причем отдел должен быть территориальным по месту прописки супруга. И часто важную роль в последнем случае играет гражданство того, кто желает получить документы. Лица, въехавшие в Россию по визе, могут прождать разрешение дольше всего. Для жителей СНГ этот период обычно составляют от полутора до трех месяцев. Требование о местоположении отдела МВД появилось в 2018 году, чтобы гарантировать серьезность намерений обеих сторон. Обусловлено оно тем, что новобрачным придется вместе приехать по месту прописки российского гражданина или гражданки. Хотя в России сейчас нет уголовного наказания за заключение фиктивного брака, если таковой факт скроется, это может грозить мигранту аннулированием Союза, решением РВП и в конечном итоге депортацией. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите в комментариях к нему. Юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы даете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе. Будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова